Ну, геолога трудно чем-то удивить, по большому счету. Это, можно сказать, каменный документ, который говорит о том, что коллекции этого музея формировались уже в начале XIX века. Ой! Да-да-да. Получается, человек должен свой камень при себе как-то держать, да? Да, желательно, чтобы даже спать с ним. Это волшебный камень. А почему этот камень из обезьяны сделал человека? Ну, я мастер, я коллекционирую, огранируюсь. А где вы этот взяли, Лень? Это мне подарил Махараджо, город Джайпур. Всем привет! С вами Екатерина Пименова. Это канал Виолити про коллекционирование на YouTube. Серия «Одесские коллекции». Мы подготовили новую историю о коллекции камней, которая находится в Петролого-Минералогическом музее Одесского национального университета. Но прежде чем мы пойдем туда, мы полюбуемся камнями, которые находятся на Соборной площади Одессы. Подписывайтесь на наш канал на YouTube «Виолити про коллекционирование» и вы узнаете много интересного. Что ж тебе? Камни и минералы – одни из самых древних жителей планеты. Они хранят историю цивилизации и при этом являются произведениями искусства. Люди не перестают любоваться ими с давних времен, будь то играющая на солнце, омытая морем разноцветная галька или скромно ограненный в изящном украшении бриллиант. Геолог и Минералогический музей Одесского национального университета является одним из старейших музеев Одессы и Одесской области. Его фонды насчитывают более 10 тысяч образцов минералов и горных пород, отражающих вещественный состав земной коры, дна мирового океана и околосолнечного пространства. История музея непосредственно связана с его коллекциями. И если сам университет основан в 1865 году, то коллекции его идут начало еще с Решильевского лицея, где уже тогда была собрана коллекция минералов горных пород современной Одесской области. Это, можно сказать, каменный документ, который говорит о том, что коллекции этого музея формировались уже в начале 19 века. Эта надпись гласит, что даритель дарит кабинет от ученого форшмейстера 10 класса Шульца, 600 кусков, 1818 год. То есть, получается, эта надпись, собственно говоря, сделана была более 200 лет назад? Да, да. Это кварц, пистал кварца. Наш музей является научным, учебным музеем. И образцы, которые попадают к нам, являются своевразными эталонами определенных типов. Пород, минералов. Понятно, что любой музей стремится иметь в своих коллекциях и зрелищные образцы, так как нас посвящают не только геологи. В частности, была поездка в Южную Киргизию, где тоже мы отобрали. Кстати, вот витрина справа. Пещерное образование. Это кальцит отечный. Это различные виды халцидонов, флюорита. Это антимонит. Кстати, антимонит, он хоть из Киргизии, но я его приобрел в антикварном магазине. Это волшебный камень. Я спрашиваю, а почему этот камень из обезьяны сделал человека? Это кремень. Кремень. Из него древние люди, наши предки, делали каменные орудия. Любой газ может стать минералом. При температуре критическое замерзание он кристаллизуется. Допустим, Юпитер, Сатурн — это замерзшие планеты, где газы находятся в твердом состоянии кристаллическом. Это из космоса? Да, да. Это космические пришельцы. На планетяне передали нам, да? Это метелиты-находки. Их нашли в Одесской области. Это каменные метелиты, железокаменные метелиты, видишь, вот ржавые такие вычаточки. А не опасно? Они случайно не радиоактивные? Нет. Я прям чувствую такую энергию какую-то. Ну, может быть, энергия космоса. Музей формируется из коллекций, прежде всего. И у нас есть коллекции, которые мы можем гордиться. Вот, в частности, вот я вам показывал коллекцию синтетических искусственно выращенных кристаллов, которую подарил нам наш выпускник, Хаджей Владимир Евгеньевич, который занимался серьезно в области синтеза минералов. Был один из ведущих ученых. В 1964 году он получил государственную премию за выращивание аметиста, который по всем критериям практически не отличался от природного. Драгоценные камни – это минералы, относимые к самым дорогим материалам. Ими считаются лишь те, которые в наибольшей степени отвечают трем основным критериям – красоте, долговечности и редкости. Камни во все времена были ценны и прекрасны. Даже имя библейского апостола Петра переводится с древнегреческого как «камень». Отсюда и петрология – комплекс геологических наук о горных породах, процессах их формирования и преобразования. Лер, я все-таки хочу упомянуть о том, что ты в свое время написал интереснейшую книгу, увлекательную, научно-популярную, тоже, в общем-то, о ювелирных изделиях и самоцветах. И с нетерпением мы ждем твою новую книгу, исследование, которое, в общем-то, через 20 лет должно появиться уже. Кроме того, мы находимся возле такого прелестного образца, играют, конечно, все вот эти вот грани аметиста. Я хочу у тебя спросить, ты можешь вот так на скидку сказать, допустим, в моих ювелирных украшениях. Что вот это за камни? Ну, так как я уже до этого смотрел, так не изучают, не определяют камни. Но мы уже определили, что это аметист и берил. Не берил это, амазонит. Ой! Ой! Да-да-да. Нет, это не амазонит. Ну, это в любом случае то, что называют лунные камни, они имеют много разновидностей. Это красиво. Конечно, конечно. На тебе все красиво. На Соборной площади в самом сердце Одессы можно полюбоваться великолепными минералами и украшениями из камней. Специалист в этой области Леонид Перминов знает многое о тайнах, которые хранят загадочные камни. Магия камней делает Леонида вечно молодым. Как вы думаете, вот на самом деле это энергия Земли в камне, да? Конечно. Или каждый конденсирует что-то, может быть, из космоса? Ну, мы так, я рассматриваю, это энергокосмос, во-первых, это сотворение мира. То есть Вселенная создает светило, планеты. Естественно, это часть энергии Земли. И часть нашей энергии, потому что мы тоже часть Земли. В нас содержатся минералы, все те же, перемешанные с водичкой. Получается, человек должен свой камень при себе как-то держать, да? Да, желательно, чтобы даже спать с ним. На каждого человека индивидуальный камень. И поэтому я здесь стараюсь поставить на руку элементы хиромантии, энергетики. И рекомендую каждому именно свой камень. Ну, я думаю, что вы, наверное, свой камень давно уже поняли и распознали, да? Судя по тому, что происходит в вашей жизни. Я с пяти лет начал собирать камни. Видея камни, глины, крашеные фрески, разбомленные церквей после войны. И, говорю, на красную глину, керамикой, рубины, зеленые там, мроды и так далее. Заверзывал в рязную газетку, под деревом закапывал, чтобы ему личный клад. Ну, с 14 лет я пошел работать в геологической экспедиции в Сан-Темире. Начал лично уже рыть и добывать. Ну, до страны, конечно, горный хрусталь, агаты. И потом увлекся, на следующий день сделал большую коллекцию. Вот, например, рубин. Такой большой? Да, да. Это Таиланд. Вот изумруд. И пусть будет напальчиком. И мы из вас сделаем сейчас принцессу. Жену Махараджи. У меня пальчики тонкие. Ну, и что? Не имеет значения. Это тоже прекрасно. Да. Вот сапфир. А ты сюда. Да. Северный Гималай. Ну, это звездный рубин. Это звездой. Вот сюда, возможно, вынесли. Ох ты ж. Ну, у меня никогда еще не было столько драгоценностей. Вот я вам покажу еще. Держим, по-моему. Да. Вот какой рубинчик. Господи боже, какой прекрасный. Хочется прямо им любоваться. Да. Ой, какая огранка удивительная. Я сам граню. Да? Ну, я мастер. Я коллекционирую, огранирую. А где вы этот взяли, Лень? Это мне подарил Махараджо. Город Джейпург в Индии. Один из последних Махараджо. Я был у него в дворце, в гостях. Меня там знают, принимают как почетного гостя. Да. И по его рекомендации меня принимают по многим целях. А как вы думаете, какое все-таки место на земле считается самым, так сказать, мощным по наличию минералов, кристаллов и драгоценных камней? Вот все, что из Индии, и в Индии продается, и из Индии везут, это все не индийское. Туда везут в основном из Бразилии, со Шри-Ланки, со Среднего Востока. Но Индия это просто торговый центр. Это желтые сапиры. Желтые сапиры. Это иранский бирюза. Уникальная вещь, конечно. Да, очень красивая. Ну и так далее. Много чего есть. А есть, допустим, вот камень, который олицетворяет наш город, например, Одесса? Наш город Одесса, да, есть такой камень. Нет, он называется аквамарин. Одесса – это порт, это море, это песни, это все связано с морем. У нас есть уникальные научные коллекции, в частности, железомарганцевых конклеций и минеральных образований дна Мирового океана, в частности, Индийского Тихого океана. Которые привозили в свое время наши сотрудники во время морских океанических рейсов. Эта коллекция в Украине не имеет аналогов. Но я знаю, что были случаи у вас, когда вам даже дарили кое-какие образцы. Это сросток кристаллов гипса. Называется гипсовая роза. Такие сростки находят на побережье Черного моря, в обрывах. У нас есть энтузиасты, которые собирают для нас различные интересные геологические образцы на побережье моря. Интересно, что на Виолите есть раздел «Окаменелости, геология, экспонаты флоры и фауны, метеориты», где встречаются лоты, достойные музейной коллекции. В прошлом году мой коллега познакомил меня с сайтом Виолити, с восторгом рассказывая, какие он там видел образцы. Его это просто привлекало как специалиста. Я, когда зарегистрировался, начал просматривать и с удивлением обнаружил, что есть образцы, которые мне хотелось бы иметь для музея. Делая какие-то небольшие закупки, наш музей стал пополняться образцами, которых у нас не было раньше. Это фасилии, это ископаемые остатки фауны. Вот нам некоторые участники Виолити подарили для музея образцы. В частности, вот особая благодарность Александру Сташевскому, который нам подарил именно музейные большие образцы, скринные идеи, фрагменты дна Древнего моря. Это фрагмент большой губки древнего животного, который тоже приобрел на Виолите. Они не знали, что это такое, но я когда рассмотрел, понял, что это находка для музея. Может быть, это коммуникатив тюб, как это называлось в свое время. Ты говоришь, я слушаю. Можно еще отметить одну небольшую коллекцию, но она тоже по-своему уникальна. Это коллекция патогенных минералов человеческого организма. Они поражают не только воображение, но, к сожалению, поражают и здоровье человека. Это так называемые патогенные камни, которые кристаллизуются в человеческих органах. Почки, ночевой пузырь. Для того, что на нашей кафедре определяют минеральный вид этих камней. И к нам врачи посылают для того, чтобы определить, что это за камень. Потому что от состава камня зависит его дальнейшая рекомендация по лечению. Геолога трудно чем-то удивить, по большому счету. Делить можно геолога, когда он неожиданно находит какое-то минеральное, рудное проявление, которое затем по своим объемам, штаммам оказывается месторождением. Вот найти месторождение, быть первооткрывателем, это было приоритетом, вообще-то. Главной наградой для любого геолога. Это была одна из историй об одесских коллекциях. Смотрите нас на канале Виолити про коллекционирование на Ютюбе, а также на Фейсбуке и в Инстаграме. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и пишите комментарии. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!